Друзья, настало время рассказать вам о нашем эксперименте, который мы проводили в подвале медсанчасть 126 города Припять. Тем более некоторые из вас спрашивали, что же стало с облученными семенами. Если вы внимательно следите за нашим ютуб каналом, то знаете, что в 2019 году мы ходили в нелегальный поход в ЧЗО. И одной из главных целей того похода был эксперимент с облучением семян некоторых растений радиации. Ну а для тех, кто не помнит эту историю или не смотрел, вкратце напомню вам, как это было. Так что, если вам интересно, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Итак, 2019 год. Мы благополучно дошли до Припяти. Весь путь занял у нас тогда почти двое суток. Время 10.18. Мы нашли такое пристанище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok После переправы отдохнули и вот теперь все нас ждет впереди полтора километра адских джунглей. Мы уже подходим к Централу. Здесь такая просека расчищена. Вон у наша дорожка впереди. Субтитры делал DimaTorzok Добравшись до Припяти и отдохнув, Вечером мы пробрались в подвал медсанчасти. Для эксперимента у нас были семена комнатных цветов галаксинии, скрещенных методом перекрестного опыления. Поделенные на две части и упакованные в зип-пакеты, мы разместили их на самой фонящей точке подвала. Итак, мы находимся в подвал медсанчасти. Залезли от него. Сейчас будем проводить эксперимент. Дантор литвуца, который хочет вывести новый сорт растений. Для этого нам нужно облучить их. Для этого мы обучаем сорт растений, чтобы обментировали. Потом мы их посадим и посмотрим, что у них растет. Так что наш эксперимент начался. Двигаемся. Включайте фонарь. Доктор Людмила. Здесь стоит отметить, что так как наши семена были защищены полиэтиленом, то они подвергались воздействию только гамма-излучению. Может быть, все-таки включим дезинитру? Да, ладно. Смотри, здесь... О, здесь, да. Здесь есть обозначение. Сколько здесь... Распад. Я не понимаю. 0,6. Ты не знаю. В общем, вот сапожки, Людмила. Ну давай, поищем. Ну давай включим дезинитры. Вот матрасы, на которых лежали... Пожарные. Так, давай, дойдем. Я думаю, что сапоги лучше, чем матрасы. Там на матрасах меньше. Мы сейчас полетим дозик, но не равны. Только сходи. Дай-ка, держи. Держи. Заткни. Держи. Держи. Да. Держи. Где? Поиском просто включи. Давай вот эти сапоги зарывай Вот это одежда пожарных Все имеющееся у нас количество семян мы поделили на две партии Первый из которых предполагалось облучаться около двух часов, а второй всю ночь В итоге у нас получились две группы семян, облучавшихся два часа и 17 часов соответственно А вот сейчас самое время рассказать вам пару слов о том, что же все-таки вообще такое селекция растений Итак, селекция растений это совокупность методов создания сортов и гибридов растений с нужными человеку свойствами, которые повышают урожайность и качество культуры Основные методы селекции растений – массовый и индивидуальный отбор, внутривидовая и вдаленная гибридизация, имбридинг, полиплоидия и экспериментальный мотогенез В разные периоды времени на живые организмы действуют различные неблагоприятные факторы Жара, холод, радиация, ухудшение питания, залегание близко к поверхности некоторых руд Цинк, бор, свинец, хобальт и т.д. Живые организмы эволюционируют, изменяясь, приспосабливаясь к новым условиям жизни Вот только в естественной среде для возникновения новых видов нужны тысячи и миллионы лет Поэтому по всему миру существуют селекционные институты, которые, выводя новые виды, искусственно создают неблагоприятное воздействие на растения И после проводят отбор по нужным признакам, ускоряя эволюционный ход Одним из ярких примеров метода, основанного на индивидуальном отборе, является появление современной кукурузы Многие, наверное, из вас не знали, но прародителем кукурузы является растение под названием теосинты Произраставшее в Мексике много тысяч лет назад Изначально початок его состояло всего из одного зерна Но люди того времени начали замечать, что теосинты иногда рождаются с несколькими зернами в початке Они стали собирать их и высеивать Так из года в год появлялись все новые экземпляры теосинты с большим количеством зерен в початке Что и привело к возникновению современной кукурузы Конечно, этот способ достаточно длительный по времени Поэтому современные ученые изобрели другой метод выведения новых сортов и видов Это экспериментальный мутагенез При таком способе используются два метода Посредством воздействия на растения химическими препаратами и воздействия радиоактивным излучением В силу того, что достать радиоактивные вещества для мутагенеза растений в быту любителям-селекционерам А речь сегодня именно о любителях, коим причисляю себя я Практически невозможно То широко распространен метод химического воздействия на растения Стоит отметить, что при этом способе используются довольно известные вещества Широко распространенные в быту каждого человека Такие, например, как антибиотики Особенно старого порядка эритромицидного ряда А также алкилирующие соединения Диметил- и диэтилсульфат, фатрин, колхицин Аналоги азотистых оснований и нуклеиновых кислот, кофеин Красители Акредин желтый и оранжевый Азотистая кислота Пероксиды Пестициды Минеральные удобрения и нитраты Некоторые пищевые добавки Продукты переработки нефти Органические растворители Лекарственные препараты и другое И так как среди цветоводов посредством этого метода выявлено уже очень много новых гибридов разнообразных цветов Мне стало интересно, как же повлияет на методенез растение радиация Тем более, что в современное время среди цветоводов-любителей этот способ не используется И имея уникальную возможность посещения Чернобыльской зоны отчуждения Я не могла не воспользоваться данным мне шансом Сразу скажу для тех, кто вдруг сейчас окажется знатоком радиоактивного метогенеза И захочет поругать нас за дилетантство Эксперимент проводился на любительских началах Исходя из возможностей и обстоятельств той ситуации И так, благополучно облучив наши семена глоксини несколькими микрорентгенами гамма-излучения И вернувшись из похода Я высадила несколько опытных семян в грунт и с нетерпением принялась ждать их прорастания Схожесть семян оказалась 50-70%, тогда как необлученные экземпляры имели почти 100% схожесть Причем время облучения существенно на схожесть не повлияло Из значимых плюсов в развитии побегов это быстрый рост от сходов до закладки бутонов в 5 месяцев Тогда как необлученные экземпляры этот период проходили за 6-7 месяцев Внешний вид растений также порадовал Розетки оказались максимально компактные и аккуратные Даже несмотря на то, что высеивались осенью Тогда как розетки необлученных экземпляров могли иметь совершенно непрезентабельный и вытянутый вид Что же касается внешнего вида распустившихся бутонов, то тут меня ждало разочарование От скрещенных махровых красных и фиолетовых цветов родителей родились только фиолетовые маломахровые или простые экземпляры То есть что-то нового в аригатности цветов форма окраска совершенно не наблюдалось Из моего небольшого опыта радиационного мутагенеза глоксини можно сделать следующие выводы Сколь явного отличия прорастания между семенами, подвергшимся разному по длительности облучения, не выявлено Семена всходили одинаково, что при двухчасовом облучении, что при 17 Радиоактивное воздействие положительно сказалось на качественном росте зеленой массы И совершенно никаким образом не повлияло на внешний вид бутона Также облучение повлияло на всхожесть Прорастало за место 100% только 70%, но, быть может, именно облучение не дало взойти слабым экземплярам Оставив жизнеспособными только сильные Из всех пророщенных семян для дальнейшего изучения я оставила несколько наиболее интересных экземпляров С целью получения потомства второго поколения И в изучении возможного влияния радиации на дальнейшее потомство Но это уже другая история